доброе утро день или вечер надеюсь у вас все хорошо у нас сегодня 3 декабря я по-моему успешно восстановила свой ракурс который у меня был предыдущие годы теперь мы видим немножко календарей более-менее в полный рост мне кажется так будет симпатичнее и звездой нашего так сказать кадра будет избушка на курьих ножках от герлен и так давайте с чего мы начнем давайте мы заварим зажжем я отвечу на пару вопросиков и будем распаковывать признаюсь вам совершенно честно белый горячий шоколад не пошел мне не зашел не смогу это что пить все-таки это не мое и даже из любви к искусству в общем такие жертвы я не готова поэтому меня теперь я для себя знаю что вот этот второй пакетик я кому-нибудь передам кто уважает белый шоколад любителям сильно сладенького так что у нас здесь вот у нас троечка давайте смотреть так это черный ну в общем не белый горячий шоколад с ароматом соленой карамели на это я согласна мне кажется это мне понравится соленая карамель я люблю и сейчас мы его заварим я думаю что здесь будет еще один вкус горячего шоколада который я не стану пробовать потому что в общем-то это не мой вкус так же как и белый шоколад у них есть вытерк есть горячий шоколад с ароматом привкусом арахисового масла в общем с арахисом я такое не люблю поэтому собственно говоря мы его если он нам попадется когда он нам попадется я его поменять отдам коллегам например я знала у меня есть коллега которая любит все с арахисом вот поэтому жертвовать его ради искусства я не буду тут у нас нормальный традиционный красивый цвет какао сейчас у нас немножечко такого асмр так себе асмрчик конечно но это очень удобно и ускоряет процесс приготовления ой пошел прекрасный карамельный аромат честно говоря я не знаю как мне сама очень интересно как они компонируют именно соленый привкус в напиток потому что знаете вот в ириске всякие такие вещи в принципе это не так сложно как просто попадаются крупиночки соли получаете как будто ириска но с крупинками соли показываю цвет обычный какаво ставим до завариваться и под конец мы его попробуем а сейчас я вам покажу свечу нашего предыдущего эпизода а именно свечу от гирле вот я вам рассказывала эту историю вот такой комплимент пришел здесь пришло письмо писал видимо доктор потому что я ни черта разобрать не могу кроме вы орели ссори и филипп его подписал не знаю кто такой филипп но ничего страшного филипп я вас простила и вот такая вот шикарная свеча из их линейки орхидейные это их уходовая линейка такая очень сильно не дешевая и скажу вам честно что это свеча пахнет даже через закрытую коробку поэтому поэтому в общем такие свойства потребительские свойства у свечей герлен шикарные конечно и не знаю можно ли их как-то купить отдельно но честно сказать я если бы мне нужно было купить в подарок или я бы выиграл батарею для себя бы покупала люксовые свечи я бы предпочла купить свечи герлен чем джо малон но у меня вообще развод и кактус между кроватями поэтому поэтому да поэтому мне кажется что вот эти свечи лучше даже джо малон хотя джо малон хорошие свечи мне просто что-то не нравится что у них там творится пахнет эта свеча также как отдушка всей вот этой серии так что я предвкушаю когда я зажгу но от нее реально будет этим ароматом пахнуть весь дом что собственно говоря и прекрасно до собирался и заварить и зажечь но остапа понесу и получилось как получилось давайте теперь посмотрим что у нас в нашем ароматном календаре от баума а пока хочу сказать что разные свойства у разных у свечей с разными ароматами этого бренда потому что вот этот помандер который мы нашли вчера ну или у него хорошая чем проекция то есть это маленькая свечка наполняет ароматом большие помещения английские благовония такие очень оказались камерные давайте смотрим на троечку так это на что-то будет иное это будет не свеча вот наша троечка и давайте же мне кажется это будет диффузер нет это спрей спрей аромат для дома но и но и с этим же ароматом что и свеча я честно говоря не знаю как я отношусь к спреем для дома потому что у меня так много всяких пробничков от ливантиков и так далее которые мне не подходит для личного пользования но подходит на шторы что у меня прямой необходимости в аромате для дома нет и пахнет он классно очень по-новогоднему в общем то так же как и свеча поэтому я довольна будем ароматизировать шторы ничего не пропадет добро замечательный аромат замечательный так этот календарь мы откладываем в сторону и зажечь нам оказалось нечего поэтому я привешу на сцену нашу вчерашнюю свечу руяль в кустах так и я отвечаю быстренько кратенько не растекаясь мысли по древу на два вопроса первый вопрос был насчет discovery сетов таких вот наборчиков монобрендовых через которые можно познакомиться с брендом у каких брендов я порекомендую где это купить и так далее вы знаете сейчас сейчас очень положительно сложилась ситуация на рынке я думаю в том числе и в связи с к видам но как бы плохая ситуация принесла положительные плоды для на спорт маньяков в общем то бренды мне кажется потихонечку начинают понимать что в общем то потребители заслуживают познакомиться и разносить ароматы которые стоят очень даже немало чем совершать знаете покупки в состоянии эффекта в магазинах или по советам блогеров блогеров или в общем по всяким разным неправильным мотивам поэтому все больше и больше и больше и больше брендов делают свои discovery сет и совершенно разные ценовые политики где-то это разумные цены где-то вы еще получите ваучер то есть вы получаете набор и вам дается ваучер на стоимость discovery сет если вы результате захотите купить полный размер вам вообще стоимость этого набора вернется у меня как пример очень сильно заляпанный не судите потому что я его в сумке долго носила все готовлюсь о нем рассказать простите извините в общем даже рожи дав люкс люксович люксовый выпустил такой набор это набор его линейки essence de parfum который фиолетовых флаконах они такие немножечко облегченные но знаете хочу сказать что вполне этой концентрации достаточно более чем достаточно в общем рецепт поиска если вы в европе это облегчает задачу потому что доставка с большинства сайтов в европу происходит без проблем в россии и снг я не знаю если честно набираете на сайте бренда discovery set и вперед вам показывают что почем какие условия есть и у дуситы и у как вы видите рожи дав теперь вообще вообще у всех при всех при всех и у меня случилась личная радость я очень долго гонялась за брендом про фумом рома за ромой я гонялась наконец я рома догнала рома выпустил наконец а тревел нет не тревел 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 у них всегда были но даже тревел у них достаточно дорогие с их ароматами мне хочется познакомиться с чувством с толком с расстановкой мне кажется что мне там многое зайдет но не хотелось бы рисковать и у них появились пробники пробники по цене чугунного моста но тем не менее к нам они едут я вам их покажу в общем все больше и больше брендов присоединяются к этой приятной традиции так что заходите на сайты брендов и заказывайте чем такие форматы лучше от ливантов это тем что парфюмерии в них конечно хранится лучше это герметично запаянные спреи и если вы для себя хотите собрать что-то вроде библиотеки но не обязательно в полноформатных флаконах для моему сердцу это гораздо ближе чем разрастание парфюмерного гардероба до безумных пределов хотя понимаете у каждого свои свои рамки и и в общем понятие что нормально что нет на меня тяготит большое количество полноразмерных флаконов поэтому для меня вот такие коробочки с чудесами это самое то их можно хранить как референс всегда можно к ним обратиться тогда как в самодельных отливантах что-то может выпариться что-то может погулять в общем я очень люблю тревел сеты у меня их тьма тьмущая обозревать не обозревать вопрос только наличие времени так что дерзайте надеюсь это вам немножко помогло так на втором сегодня уже не буду отвечать у нас заняла много времени свеча и история про discovery с этой и давайте же приступать к распаковке косметических косметических сокровищ остальные вопросики оставим на следующие дни давайте смотреть что у нас здесь уберу вот эту пожароопасную ситуацию пока ищем 33 у нас вот здесь цифры изображены ой что-то совсем 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 маленькая прямо при маленькая так ну ладно это локситан их серия с бессмертником в этот как он проще с драгоценный крем короче их вот этот объем объем с гулькин нос объем с гулькин нос 8 миллилитров но это такой достаточно питательный крем с антивозрастными средствами очень милая миниатюра в принципе нормально нормально ничего ничего обидного в таком формате я не вижу мне вот если честно вам скажу вот эти 8 миллилитров при большой площади лица большой сухости кожи это мне на не знаю на три раза наверное что тоже собственно говоря прикольно можно пробовать зато всякое их разное если конечно у вас лично позволяет тип кожи потому что очень многим людям нельзя отступать от однажды выбранной рутины у них начнутся проблемы у меня такого такой проблемы нет поэтому могу масса чем-то хоть каждый день но это уж совсем нужно чтобы было что-то обидное там в составе чтобы у меня как проблема так давайте смотреть что у нас в лук фантастики ищем троечку вот она у нас здесь я вижу уже бренд это бренд пиво маска давайте смотреть что это так хатер с этим спрей это спрей увлажняющий спрей при которой при этом фиксирует макияж это одна из таких вещей которую я сама по себе никогда не купила потому что для меня это в общем у меня наверное нормально держится макияж или мне все равно я не знаю но в каком-то году у меня был этот знаменитый маковский спрей его в принципе использовала если он увлажняющий я иногда просто использую даже знаете когда отопление сильно работает или наоборот на улице холодно и ты пришел домой ну вот когда есть ощущение стянутости просто для освежения интересный продукт и один из тех которые сам себе точно не купишь ну я по крайней мере давайте смотреть нашего нашего чемпиона третье число маленькое что-то так а где вот как где вот эти знаменитые ологат помогать которые бэкхэм боже мой где знаменитые вот этих больше одного продукта в отделении это что все сюда положили в 25 я не подглядывал я не знаю и пока у нас все по одному пока никакого безумия мы с вами не наблюдали виктория бэкхэм это помада пошли птик это очень дорогой бренд надеюсь она не красная вот реально если она пожалуйста не будь красная потому что что нельзя с красной помадой подарить другу собственно говоря чему я тоже не против но смотрите какой роскошный футляр сделанный под как будто он костяной класс ну что делаем ставки господа и волнуюсь так как она открывается так так ну в принципе надо прочитать сначала я не буду ее пока портить поскольку у вас дорогая что при нее пишут у меня в данном случае интересует насколько плотное покрытие пошли пстик но то что пошли то понятно кроме того что она шикарная особо цвет в принципе достаточно универсальный боюсь что для меня может быть немножечко тепловат если это бальзамная помада то это ничего страшного если это помада с плотным покрытием то для меня этот цвет будет слишком теплый поэтому я не буду не буду ее сейчас портить найду сочи вот такая бережливая найду сочи и если на сводчих она полупрозрачная то оставляю себе а если нет то надо будет кому-то дарить ее так теперь у нас на очереди наша избушка 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 и мы открываем нашу избушку волшебную и ищем номер три вот он номер три я уже понимаю по размерам что это будет у нас парфюм и я права это у нас белужья кожа очень люблю обожаю также как из варварской розы обещаю вам обязательно сравнить с предыдущей версией и рассказать это наверное я смогу сделать на выходной чтобы как с чувством с толком с расстановкой потом надо принимать во внимание также разницу нанесения и спрея и сплэша поэтому это надо прям так ответственно подойти к этому заданию надеюсь надеюсь что ничего плохого с этими ароматами не сделали при перезаливе новые флаконы и так у нас сегодня 10 миллилитров белужей кожи спрей для фиксации макияжа и при этом увлажнение кожи шикарная шикарная гламурная помада от виктории бак вам посмотрю сводчи доложу завтра это знаменитый хит продаж от лёкситан новогодний аромат для дома вот такой у нас сегодня собственно говоря улов сейчас мы будем делать тост сейчас мы будем делать тост и пробовать какаву нашу со вкусом соленой карамели ничего чуть чуть сладковато на мой вкус и знаете я добавлю за кадром добавлю сюда побольше молока чтобы немножечко это дело было только намеком вы знаете это очень интересно какие шутки играет наше обоняние восприятие вкусов через обоняние я не поленюсь и потом посмотрю количество сахара в классическом шоколаде и в шоколаде с ароматом карамели мне кажется она будет одинаковым но из-за вот этого карамельного аромата напиток автоматически кажется более сладким это не как белый шоколад это гораздо более терпимо не знаю как сказать для меня это вкуснее чем белый шоколад но в общем я бы разбавляла посильнее все равно достаточно сладко все таки я наверное любитель знаете такого от темного шоколада вот вы такие трюфели прям аж черные вот такого вот то есть вот сами вот эти плитки 70 90 210 процентов мне не очень нравится текстуры их а вот бывает черные такие шоколадные трюфеля вот это наверное мой любимый формат вот ну все хватит о шоколаде я поднимаю тост за сладкую жизнь желаю нам всем дочь и виты когда как не в пятницу собственно говоря это уже почти почти уикенд осталось нам чуть-чуть продержаться и уже можно совсем на выходные погрузиться в атмосферу праздника и подготовки к нему так что всем нам дольче виты отличного настроения увидимся завтра пока пока